Российские туристы всё активнее осваивают постсоветское пространство. Например, турпоток в Узбекистан с начала года вырос почти в два раза. Число авиарейсов выросло не только в Ташкент, узбекскую столицу, но и в Самарканд, Бухару, Фергану, древнейшие города Центральной Азии, через которые пролегал Великий Шёлковый Путь. Из солнечного Узбекистана. Репортаж Максима Киселёва. Горячие, светлые лепёшки. Свой каждый новый день, тысячи лет он начинает, вдохнув аромат первого хлеба, замешанного на рассвете в сотнях пекарен у стен старого города. Там, где знают, почему самаркандскую лепёшку нельзя испечь в Бухаре. Мой дед и мой отец так делали эти лепёшки. Круглые, с отверстиями в середине, чтобы воздух выходил. Все знают их рецепт. И в других городах тоже. Но у них нет воздуха самарканда. Это только мужская работа. Полночи месить тесто, а к утру руками выдавить из него сотни лепёшек. Идеально круглые формы, чтобы могли летать. В огромные разогретые тандыры они буквально ныряют, чтобы выложить нижние ряды. Ни в какой другой печи не получится хлеб, который необъяснимо как, но не умеет черстветь. Своя оригинальная лепёшка есть в каждом узбекском регионе. Бухаре, Ташкенте или Ферганской долине. Но именно самаркандскую знает весь мир. Многие вообще считают её самым вкусным хлебом на планете. Срок хранения которого недели, а если нужно, месяцы. Здесь мимолётного, кажется, нет вообще ничего. Каждый штрих этого города помнит столетия, которые камень за камнем складывали геометрию самарканда. Из голубых куполов, мозаики мавзолеев и подпирающих небо миноретов медресе. Самаркандский Регистан – уникум Средней Азии. Архитектурный шедевр из прежних времён. Площадь будто разделена невидимым зеркалом пополам, и её правая часть отражается. В левой медресе Улукбека и Шердор похожи, как две капли воды. Хотя между ними 90 шагов и 200 лет. Земля великих имён. Отсюда Тимур правил своей империей. Улукбек здесь чертил карту звёздного неба, а Авицен написал канон медицины. И даже главного героя древних восточных анекдотов в путешествие на Ослике отправляли именно в эти края. Памятник Хаджена Средину поставили в том месте, где в 1942-м снимался один из самых известных эпизодов фильма о приключениях великого шутника в Бухаре. Именно поэтому в руке монетка, которой он выманил из пруда скупого богача. Смотри, смотри, смотри. Вот как надо спасать богатых людей. Они из тех же времен, что и сам Самарканд Звуки Тора и Дейры у стен золотых городов Жемчужин Востока, словно нанизанных на нити Которые дали имя великому пути Здесь забирать нить у кокона научились немногим позже Китая А в веке 20-м маленький Маргеллан стал советской шелковой столицей Фабрика которого гремела на всю страну На маргелланском шелкокомбинате в Узбекистане Непрерывно увеличивается выпуск тканей, новых рисунков и расцветок За последнее пятилетие выпуск набивных тканей на комбинате увеличился в 10 раз Наследники той мощи даже сберегли фабричные станки Которые с 42-го превращают в полотно, белое как снег, чудо этой земли С одного кокона дает 800 метров, 800 тысячи метров шелковые нитки дает, вот такие А с 3 килограмма кокона дает 1 килограмм шелк А в конце будет ткань Технологическая цепочка за сотню лет, что шелковую нить мотают эти барабаны Здесь не потеряла ни одного звена Чтобы кокон поделился шелком, нужно обязательно его разогреть в горячей воде, температура которой около 100 градусов Вообще шелковая нить в разрезе не круглая, а треугольная Именно поэтому в ней преломляется свет и ткань блестит на солнце И ярче всего легендарный ханатлас Его можно выткать только вручную на станках, собранных по старым чертежам Из нити, каждый из которых окрашенный отдельно элемент полотна, что играет цветами, как радуга В ханатласе свет будет самый меньше 7 светов будет Как у радуга Потому что 7 раз будет красить ханатлас Я узбеков люблю Они зимой заводятся хорошо Эта реклама забавляла в 90-е, но то было начало пути Сегодня Узбекистан собирает 350 тысяч автомобилей и с бешеной скоростью меняет экономику Которая не так давно держалась только на хлопке Здесь теперь собирают бытовую технику под узбекским брендом А обрабатывающая промышленность растет такими темпами, что электроэнергии не хватает Вероятно, решит проблему АЭС Совместный проект строительства которой с Росатомом уже на бумаге А логистическую задачу решили, пустив скоростные поезда от Ташкента во все главные города страны Проект получил имя Афросиап в честь древней столицы Конструктивно Афросиап может разгоняться до 250 км в час Но чаще летит 170-190, и все равно это настолько быстрее, чем на машине, что 12 лет уже билетов до Самарканда день в день не достать И все же символом республики был и есть хлопок Пусть не 6 миллионов тонн в год, как при СССР, но и миллиона вполне хватает, чтобы текстильные фабрики здесь появлялись, как грибы после дождя Одна коробочка хлопка весит всего 3 грамма И сколько человеческих усилий требует эта рукотворная гора? Труженики Узбекистана решили дать родине в юбилейном году не менее 6 миллионов тонн хлопка В советские времена Узбекистан и хлопок синонимы Кроме него здесь ничего не росло 98% плодородной земли отдавали под эту культуру А сбор урожая превращался в многодневный общенациональный субботник Теперь все иначе Хлопок по-прежнему локомотив экономики Но уже не проклятие Узбекистана Бесплатная рабсила на полях несколько лет как под запретом А сам хлопок в сыром виде Узбекистан практически не продает Все остается для переработки внутри страны Где каждый новый текстильный комбинат строится как кластер с замкнутым циклом производства От поля до одежды Кластер сам выращивает хлопок Сам перерабатывает Сам делает пряжу Плюс готовую палатну готовим И еще на швеях будем готовую продукцию производить Полный цикл идет у нас Таких кластеров в Узбекистане уже полторы сотни Готовая продукция уходит в 60 стран мира Главное направление Россия А текстильные бренды понемногу переносят свои производства из Китая на узбекские площадки Ташкент четвертый год подряд принимает неделю высокой моды Национальный колорит вплетенный в современный стиль Фирменный знак узбекских дизайнеров Которые показы все чаще устраивают в естественных декорациях древних городов Мода на узбекский стиль Однажды им уже болела целая страна В 30-е годы Советский Союз накрыло тюбетейками Их носили Сталин, Горький, Борошилов, Пионеры и Пенсионеры То было время встречных потоков народов и культур Отсюда будущие студенты столичных вузов и привезли моду на невиданные в европейской части головные уборы Я султан У этих мальчиков родители тоже султаны Он, Вася, тоже султан В редком советском фильме тех лет обходились без тюбетеек Вряд ли понимая, что это не просто оригинальная шапочка на голове Ее можно читать как паспорт Три кружка и два крестика Это означает, что у этого человека было пятеро детей Три сына и двое дочерей Что там тюбетейки? Предмет посуды с двухцветным орнаментом добрался едва ли не до каждой советской кухни Пахтагуль, цветок хлопка Рисунок этот придумали советские художники специально для построенной в Ташкенте фарфоровой фабрики Которая пиалами, чайниками и леганами узнаваемой расцветки засыпала весь Союз Здесь и сейчас штампуют по 15 тысяч пиалок в день Правда, в основном для местного рынка Осенью, в период свадеб, пахтагульский фарфор не скучает на прилавках Тюбетейки, фарфор, хлопок В них узнавали Узбекистан те, кто здесь и не был Но по-настоящему близким и родным он стал в день, когда пришла беда Узбекские семьи приняли как своих 200 тысяч детей, бежавших от войны Отблагодарить страна смогла через четверть века Новый адрес не только в Ташкенте Десятки городов пригласили к себе оставшихся без крови Тысячи семей взяли к себе пострадавших Страшное землетрясение 1966 года почти уничтожило Ташкент Оставив без крова 300 тысяч человек Но в эту же минуту город стал всесоюзной стройкой Восстанавливать узбекскую столицу Взялись всей страной Все советские народы протянули Ташкенту руку помощи Они обещали срочно построить в городе миллион квадратных метров жилья Это все делалось от души, очень искренне Потому что просто хотели помочь, чтобы это бедствие забыть И построили новый город Город, выстроенный заново всего за четыре года Стал азиатской витриной страны Настоящей восточной звездой Восточная сказка Ташкента не закончилась и на этом Через 10 лет после трагедии город получил, казалось, невозможный в такой сейсмической зоне подарок Как после землетрясения столицу Узбекистана возрождала вся страна Так и ташкентское метро сооружают посланцы многих союзных республик На эскалаторе сверху вниз всего 20 секунд Первые линии прокладывали очень близко к поверхности, чтобы не задеть грунтовые воды Это вообще был вызов строить метро в городе, только-только пережившим землетрясение К тому же число жителей в Ташкенте чуть-чуть не дотягивало до нормы Которая давала право на метрополитен Глава республики смог убедить Брежнева одним предложением Пока достроят, еще нарожаем Метро обошлось очень дорого Ни мрамора, ни гранита, ни денег не жалели Зато и сейчас его станции считаются одними из самых богато украшенных в мире А имени Алишера Наваи бесподобной Где архитектор умудрился под землей поставить на колонны 48 куполов Бодрящий свист, вместо осторожно двери закрываются Вероятно, звучит убедительнее там, где спешка и суета не в списке добродетелей Здесь куда ценней другая гостеприимство Блюда, которые никогда не готовят на одного или двоих Таких казанов просто нет Скорее для одной или двух сотен гостей Когда река масла, ведра риса и овощей И шумовка размером с лопату Сейчас 300 килограмм рис 300 килограмм мяса И до 800 литров масла У плова под две сотни разновидностей Каждый узбекский регион умеет делать свой неповторимый Меняя сорта риса, ингредиенты и последовательность их обжарки Неизменно только отношение к тому, что здесь считают национальным достоянием Плов в Узбекистане больше, чем еда Предмет культа, сила объединяющая людей С ним узбек всегда в день рождения, свадьбы или смерти Это настолько важная часть национальной культуры, что ЮНЕСКО включила плов в список нематериального наследия планеты Считается, что самый вкусный плов готовят в Намангане Ферганской долины Возможно, потому, что здесь льют лучшие узбекские казаны А для них нужен песок, которого ни в каком другом месте нет Песок уникальный, его добывают только в одном карьере под Ферганой Смешанный с графитом, он дает идеальную, очень прочную форму, которую не разрушает даже раскаленный металл Механизированных процессов вообще нет Все вручную, хотя в день здесь заливают под полсотни форм И до каждой нужно успеть добежать с кипящим чугуном, пока не остыл На всю процедуру минуты, а уже через полчаса казан появится на свет Останется только раскалить на огне, чтобы хлопковое масло пропитало металл Так создается антикоррозийное покрытие казана Его особенность именно в толщине Соответственно, там чем тоще, он держит тепло правильно и будет вкуснее Казаны уже работают на товарооборот Только этот цех отправляет в Россию по 50 тысяч в год А вот то, что доехать никогда не успевает Зимние дыни Они дозревают в огромных хранилищах, гроздьями свисая с балок и потолка Здесь называют их холодильниками, хотя температура круглый год плюсовая Даже когда на улице минус 10 Когда придут морозы, мы закроем все отверстия в стенах и потолке А один раз в неделю будем разжигать огонь, чтобы поддержать температуру Так дыни не испортятся до весны В каждом хранилище зимуют минимум 5 тысяч дынь А есть и по 20 и по 25 Выгодное дело К зиме их цена вырастет в четверо И не опустится до нового урожая Главное правило холодильника Подвешенные в специальных плетеных сетках дыни Не должны касаться друг друга или стен Так их можно хранить с октября по май И к весне дыня станет только вкуснее Земля белого хлопка из золотых городов Все краски мира собраны здесь, как на атласном полотне Кажется, нет на нем места для стольких чудес А они помещаются Максим Киселев, Филипп Дубровский, Константин Веселов Вести неделя, Узбекистан Ну вот и все на сегодня На этом прощаемся Всего доброго и до встречи в следующее воскресенье Чуть позже воскресный вечер с Владимиром Соловьевым А прямо сейчас Москва, Кремль, Путин